Эй, всем здорово, бродяги, и добро пожаловать на канал Дедуля Плэй. И сегодня, братва, мы продолжаем игру с муту. Готовьте чайку, сядьте поудобнее и погнали. Так, братва, в прошлом видеоролике нам остался... В прошлом видеоролике мы победили нашего казахского богатыря. Потом нам надо было искать вино, ну, водки и так далее. Короче, они хотели переустроить, и вот отче наш... нас помог. Молитвы читал и так далее. Короче, со всеми поговорил, и сейчас на данный момент мы продолжаем. Сейчас несколько заданий сделали, сейчас надо снова с монахом... Ну, ладно, давайте так назову. Ладно, святом отцом. Сейчас на данный момент нам надо со святым отцом поговорить, и дальше посмотреть, что нам надо будет сделать. Так, все, пошли. Как не пойму, кому выгодно возмущать народ против князя? А ты подумай хорошенько, Юрий Дмитриевич. Я-то здесь человек новый. Всех дел ваших не знаю. Так я сам только с дороги. Сколько дней здесь не был. Это Юрий Дмитриевич не важно. Такие дела в одночасье не происходят. Любое дело задумать надо. Подручных нанять. Проговорить их. Ни одного дня забота. Блэц, как он смотрит. Все равно сложно. Недовольных хватает. Князь много кому встал поперек горла. А знаешь, Юрий Дмитриевич, как римляне в таких случаях говорили. Сделал тот, кому выгодно. Ну тогда кроме поляков и некому. А ты все же подумай, Юрий Дмитриевич. Если князь Пожарский сейчас неудачу потерпит, кто больше других выиграет? Если подумать... Пожалуй, что князь Трубецкой. Он останется во главе ополчения. Но как он мог решиться на такое злодейство? Вот же шельма! Опять горячишься, Юрий Дмитриевич. Я подумать просил, а ты уже все решил. Так и впрямь же больше некому. А вот и проверим. Напишу я письмо Трубецкому. А ты его доставишь, да попробуешь узнать, о чем он думает. Станет ли он со мной делиться сокровенным? А это мы и проверим. Если он и впрямь что замыслил, должен попытаться тебя на свою сторону перетянуть. Так. Как сказал, сейчас я так и сделаю. Так, сколько шагов у нас осталось? Сто тридцать. Аааа. Блин, ну да, друзья, еще и забыл сказать. У нас же в прошлом видеоролике за Пожарского кто-то плохо разговаривал. Сейчас нам надо заинтересоваться, узнать, кто это был. Ну, я думаю, что все равно это кручина делает. Но сейчас интересно, будет интересные сюжеты. Интересное задание, короче, начинается. Поняли, друзья? Проход открыт. Да не пизде ты, свалич. Проход открыт. Давай, до свидания. Проход открыт. Мы тебя ждали. Давай, украшайся. Да вы что, потяни вообще? Да заебали уже. Так, ладно, друзья. Шутка за шуткой. Нам надо задание сделать. Кто это тут у нас? Ба! Ба! Сам высокородный боярин Милославский. Хм. Значит, ты будешь сын боярина Дмитрия Милославского. Наслышан я о нем. Хороший был воин. Спасибо за добрые слова о батюшке, князь. Зато не меня благодари, отца своего. Верю, что и сын его не хуже будет. Вот и Келлорь Аврамий про твои заслуги в деле нашим пишет. Стараюсь, но до заслуг отца пока далеко. Ну, это как посмотреть. Ты человек знатного рода. Умом и храбростью не обделен. Мог бы уже и сам воеводство получить за дела свои. Хм. Для меня главное, чтобы дело ополчения победило и поляков прогнать с нашей земли. Если мы не будем привечать людей достойных и верных, плохи наши дела будут. Без надежных опор ни дом в буре не устоит, ни трон царский. Я служу общему делу, а что наградами не отмечен, зато не в обиде. Не в обиде, но и не в радости. Но до дела поправимое. Келлорь Аврамий пишет, ты отличиться возможности ищешь. Если на то будет воля Господня. А найдется у меня дело важное. Случилась тут беда. Поляки наскоком у людей моих знамя отбили. Я так думаю, не гоже, чтобы оно в их руках оставалось. Из Москвы его будет непросто достать. Если бы в Москву доставили, уже бы похвастались. Паны такое втайне не держат. Думаю, я не успели еще далеко его увезти. Узнать бы, где они его держат. Если так, то отыщу вам знамя. А если сумеешь, без награды не останешься. Ох! Отправиться в гуляй город. Гуляй город. Отправиться в гуляй город. Блин, друзья, прикиньте, гуляй город. Гуляй. Гуляш. Гуляш город. Гуляй город. Спасибо. Спасибо, добрые человеки. Добрые людишки. Поняли? Я инопланетянин прилетел из другой планеты. И сейчас хочу пойти в гуляй город и там погулять. Поняли? Дайте мне погулять, иначе вам пизды отдадут. Блин, друзья, пипец. А что, реально такой город? Был гуляй город? Сейчас можно потом после игры загуглить. Не, серьезно. Так. Даже самые важные и часто используемые дороги на Руси в то время не имели погрытия. Я здесь по ним получил, получалось лишь в сухую погоду или зимой на санях. Осмотреться. А что осмотреться, блядь? А? Что осмотреться, елки-палки? Так, ладно, друзья, посмотрим. Сейчас осмотримся. А кто это? Ой, слава тебе, господи. Не как из наших. Свой. Русский. Я из ополчения. А я уж страху натерпелся. Как увидел, думал на панов угораздило нарваться. Они тут недалече лагерем встали. На силу мимо пробрался. А большой у них лагерь? Да и не так, чтобы очень. А сколько поляков сколько лошадей? Хм. Ты уж извини, боярин, я-то человек простой, счету не обучен, а делу воинскому и подавно. А хоть примерно можешь сказать? Да я и не знаю, чего говорить. Ночью мимо крался да молился Богородице, чтоб тяжком пройти дала. Хм. Постой, так ты прошел мимо их стражи? Значит, есть способы внутрь пройти. Нифигушки себе. Да вроде как и есть. Дозоры то у них поставлены, но видать народу мало. Далеко друг от друга стоят. Значит, можно проскочить между дозорными. Главное мимо стражей пройти. В самом лагере кто спит, кто пьян. им над духом в колокол звони не прознутся. Нифига себе. Выкрасть знамя. Ой, блин, пипец. Гуляй город. Гуляй город. Друзья, вот сейчас нам надо подкрасться внутрь. Ой, 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 не, 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 гуляй город. Гуляш, гуляш. Бляс, гуляш. А, вот пошли вы нафиг, поняли? Бляс, он говорил, что друг от друга далеко стоят, а сейчас если друг от друга далеко стоят, нам надо как-то прокраситься внутрь, поняли, друзья? Ну, и мы сейчас об этом, этим делом и занимаемся, друзья, поняли? Опа. Ой, 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 блин, ладно, он сюда идет. Есть кто? Да. Видать показалось. Коль в твою жопу, не в мою. Так, блядь, надо их как-то убить. Блин. Блин, ладно. Сейчас вот так, вот так, вот так, вот так. Есть кто? Да. Сейчас подожди, скажу. Блядь, не получается убить. Надо съебываться отсюда. Не получается, друзья, ебнусь. Вот это пипец, короче. Вот это пипец, блин, что не получается ебнуть. Ебусики делать. По лобу дал, на нахуй, и все. И все, вот сейчас знамя спиздим. Покинуть гуляй, город. Ой, блядь. Блядь, а что, то есть, получается, никого не убивать, ничего, да? Ой, блядь. Блядь. Пипец. А, не. Ой. А что, сейчас получается, друзья, даже и можно драться, да, с ними? Ой, ой, ой. Блин, друзья, это пипец. Ох, сзади убили. Блин, просто я поняли, вот тут стоял и все, пипец, застрял. Ёлки-палки, блин. Загрузит сохранение, ничегошки. Ничегошки, блин, друзья, я вот это, я вот об этом забыл. Блин. Блин. чё, всё, пипец, всё это заново надо начинать. Блин, да ёлки-палки, вот это пипец, друзья, поняли? Да ладно, это всё пропускаем. Всё это пропускаем. Да, да, понятно, понятно. Секс, бро. Секс, братер. Так, сейчас надо как-то войти внутрь и всё это сделать. гуляй, город. Просто входил в город и нафиг, гулят, туда-сюда, 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 и всё, сьёбывался, болель, чё, всё, пипец. И вот такие дела. Jingle bass, Jingle bass, Jingle always. А чё, если этого прям ёбнуть? Ой, блядь, ой, сьёбывайся, сьёбывайся, давай, давай. Блядь, друзья, сразу трое, ни фигушки себе. Блядь, они за мной гонятся, они за мной гонятся, коль в мою жопу, блядь, блядь. Блядь, а с тремя людишками невозможно будет драться. Давай, ой, блядь, ещё и волки оттуда. Ещё и волки оттуда. Да ладно, сейчас вот этого попробую. Блядь, друзья, сейчас меня убьют. Ой, блин, ёлки-палки, какую передрягу я попал. А, блядь, там же правильно. Карта, всё, Давайте вот, ой, ой, блядь, да ладно, ёлки-палки, заново, заново нас убили. Ой, блин, ещё разочек, друзья, но этот раз уже стратегию меняем, нахуй. Стратегию меняем полностью, пипец, чтобы спокойно, аккуратненько, всё чётко, идеально сделали, чтобы он тот пропал. Так, чё, мы обратную сторону идём? Нифигучки себе, блядь, я чё-то уже потерялся, но сейчас, друзья, не волнуйтесь, не волнуемся, сейчас мы волнуемся, это не волнуемся, сделаем. Блядь, просто пока это перел... Пока это закончится, вот это пипец. Блин, просто вот я тоже, блин, интересный человек, ёлки-палки, воду не попел. Если бы воду попел, то это пипец, балба. Если бы я воду попел, а вот я воду не попил, значит, пипец. Чё, ладно, тогда, друзья, сейчас надо первоначально, спокойно, аккуратненько. А камень у нас как надо бросать? Камень у нас как надо бросать? Например, цешку нажимаешь, и вот это мне интересненько, интересненько. Блядь, в том видеоролике один раз чё-то нажимал, и сразу камень получился бросить. А сейчас не получается. Блядь. Чё это за кнопка? Я вот это не понимаю. Блин. В, фигушки, с ним нам камень не надо. Нам камень не надо, просто если бы камень был бы, получился бы выбросить, блин, их бы отвлекли сто пудов, и после этого уже тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Давай. Смотри сюда. Смотри сюда, сволочь. Да блядь, он не смотрит. Ладно, тогда фигушки, сзади попробуем съёбываться. И всё, вот так, всё, первый момент мы аккуратненько смогли пройти. Так, братва, я же сказал, тактику меняем, нафиг. Опа, вот. Чтоб главное, это не видел. Коль в его жопу, нахуй. Ой, 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 блин. Так, и всё. Кого тут черти носят? Так, знамя взяли. А вот сейчас открытую можно съёбываться, да, как понимаю. да. Блядь, нифига себе. А чё это? Покинуть, гуляй город. Блядь, друзья, прикиньте, нифигушки себе, ёлки-палки, мы возле них убежали, а они даже не увидели. Блядь, они чё, тупые вообще? Не понял. Они чё, реально тупые, блядь? Возле них убежали, съёбывались. Да не пизди. Съёбывались оттуда, они всё, хули, не нашли нас. Ладно, всё, съёбываемся, посмотрим дальше, что надо будет сделать. Крыши деревенских строений могли быть деревянными или соломенными. При правильной укладке толстый слой соломы надёжно защищал даже от сильного ливня. Ну, если вот так поставить, ну, это ещё и в прошлом видеоролике. Не, позав прошлом видеоролике я этот момент читал. Помню я. Я помню это, друзья, понимаете? Задание выполнено. Уважение Трубецкого. Трубецкого. О, нифига себе, мы уже тут. Уважение Трубецкого. Санкт-Петербурга. Что дальше делать со знаменем? Здесь оставить? Стяг боевой, заслуженный. Негоже такому в княжеском шатре прозябать. Отвези-ка ты его боярин в передовой лагерь стрелецкому воеводе. Стрельцам? Так они же из второго ополчения. Хм. А что с того? Ляхов крепко бьёт. Вот что важно. Я и казаков моих ему послал на подмогу. Раз так, отвезу сей же час. Блядь, пипец. А сейчас получается он наш. То есть он нормальный пацан, да? Нормальный пацик. Поняли? Сейчас на данный момент через лошади. Съёбываемся отсюда. Сразу туда. оставим это. Кольт в мою жопу. Дальше посмотрим, что будет. Ха-ха-ха. Блядь, ну. Охуенно. Дай, Кольт в мою жопу. Ха-ха-ха. А-а-а. Передовой лагерь стрельцов. А-а-а. Передовой лагерь. Поняли? Вторую дивизию, блядь. И что? А, с ним надо поговорить. Чем в этот раз пожаловал, боярин? От князя Трубецкого привёз вам боевое знамя. Вовремя ты пожаловал. Да и подарок от князя ко времени. Князь сказал, к вам на подмогу послал казаков. Верно. Пришли казаки. С ляхами бьёмся вместе. А что теперь и знамя с нами ещё лучше. Теперь уж покажем и полякам, и бродягам этим. А что за ходоки такие? Доходят тут какие-то. Царят деньгами, до вина не жалеют. А как человек напьётся, он начинают подговаривать против князя и ополчения. Слышал я уже про этих людишек. Вот бы поговорить с ними по душам. Не поговорить. А я уж пожалел, что не велел их сразу скрутить. А потом не до них стало. Поляки наседают. Может у вас где мёдом намазано? Хе-хе. Мёдом или нет, но угощаем славно. Чу! Слышишь? Ща опять полезу. Ехал бы ты боярин, а то не выскочишь. Ещё от ляхов я не бегал. Подвинься, рядом стану. Покажем, где раки зимуют. Да. Ну да, ну да. Давай тогда и рубить, а то заболтались. Ну, ляхи, подходи, спляшем. Хе-хе. Ну, ляхи, подходи, подходи, спляшем. Ой, блядь. Блядь, друзья, мне вода, воды надо. Ой, блядь, все за мной бегают. Ёлки-палки. Ладно, фигушки с ним. Ага, вот так. Блядь, главное, друзья, если один удар и всё, госпиталь мне. Блядь, один удар и госпиталь мне. Поняли? Ой. О! Нифига себе, откуда наш жизнь? У нас жизнь появился. Мы выздоровели? Нахуй. Ну, всё, теперь, пацаны, идите сюда. Ой, блядь, пипец. Пипец, друзья, короче, пипец. Один удар госпиталь, нахуй. Ух. Так. Чё, всех вырубили, нахуй? Или нет? А, вот. Вот, одно, а устал всё. О, нифигушки себе, ты чё, четвёртого уровня будешь? Чёх ты будешь, сволочь? Раз. Сейчас тебе мощнейшие удары. Ой, блядь. Нифига себе, он чё, рукой, кулачком ударил? Да иди сюда, сволочь. Доставка знамя не выполнена. Всё, всех отпиздили. Выявление подметных писем. Подметных писем. Так. Блин, ну надо как-то отсюда съёбываться, понимаете? 141. Блядь, чё, отсюда не получается съёбываться? Ёлки-палки, друзья. Надо нам, короче, искать дорогу, и после этого... О, привет, красавица. Эй, девочка, красавица. Ты мне... Опа, уже ночь. Всё, стоим, ждём, пока ночь. Блядь. Прикиньте. Где-то 8 часов мы стояли. Пипец. Передовой лагерь стрелцов. Передовой лагерь. Лагерь. Стрельцов. Так, поговорим с Турбецким. Сейчас пойдём с Турбецким поговорим. Посмотрим, чё дальше будет. Блин, ну, друзья, нам... Нам вот тут надо, короче, дорогу искать. Ну, ещё и наверняка скажете, ой, блядь, этот пацан уже нам достался с этим словом. Короче, короче, короче. Доброго дня тебе. Да, блядь, это... день, сволочь, это ночь. Добрые ночи, блядь. Так, всё поговорить. Ну, ты, Юрий Дмитриевич, как тот пострел. Везде поспел. Послал тебя про знамя разознать, ты его привозишь. Послал стрельцам отвезти. Ты мало что Москву с ними не взял. Да, я только приехал, а тут поляки навалились. Да, уж и приключается и такое. Одни бьются, живота не жалею, а другие в стороне стоят. Но ты сразу видно, не из таких. Блядь, ну, как понимаю, он нормальный человек. Как же было не помочь? А вот бывает. Сам я князю пожарскому письма в Ярославль слал. Подмоги просил. А что же, князь? Неужели не ответил? Да уж не поспешил. А ведь трубецкие по роду повыше пожарских будут. Ну да ничего. Сяду на царский трон, всё припомню. Кто честно за общее дело воевал, а кто в мутной водице свою выгоду искал? Не рано ли о троне царском думать, пока Москва у поляков? А думать наперёд всегда полезно. Слышал про игру заморскую? Шахматы. Если не умеешь на три хода вперёд глядеть, лучше за доску не садись. Знаю я про те шахматы. А ещё знаю, что кто-то свою игру играет. Подсылает людей, стрельцов и казаков, на бунт подговаривать. Угу. До меня-то уже такие слухи доходили. Дурно, а это дело. Медведя-то ещё не завалили, а уже кто-то шкуру делить пытается. Вот мы с Палицыным и пытаемся узнать, кто за этим стоит. Хоть я на князя Пожарского в большой обиде, но про него такое не подумаю. Да и он на меня не подумает. Не друзьям и с ним, но враг сейчас общий. А уж как победим, тогда свои обиды порешаем. Угу. Блин. Поговорить с Пожарским. Блин, ну интересно. Ёлки-палки, интересно. Я сейчас не знаю, но на 50%, друзья, на 50% думаю, что этот петух всё это делает. Потому что поняли, он сразу сказал Наш Ваш Так, блядь, а отсюда как подниматься туда? Я вот это не понял. Потому что он сам себе спалил типа наш урод Ваши Пожарского. Поняли, друзья? И из-за этого я А, блядь, а я думал, они со мной, здоровый сосед. Чё, мне надо подниматься, пацаны, поможете? Или нахуй послать вас? А, вот так надо подниматься, казахский лагерь, да, мне надо? Или нет? Блядь, он сам себе палил. Не пизди, не пизди, щас я тебе коль в жопу засуну. Понял ты, человечище. Пса, ты сын, собачий ты сын, дитя собачье. Ха-ха. Так, ладно, друзья, вот это, убираем. Чё ты там спишь? Пол грязный. Эм? Тупорило, осёл ты. Осёл, козёл, мазёл, баран, маран. Так, ладно, друзья, всё нормально, аккуратно, поиграем, посмотрим. Сейчас Пожарским с нашим братом поговорим. Ну что, Юрий Дмитриевич, свиделся с Трубецким? Что говорит наш хитрец? Тебя к себе не переманивал? Ха-ха-ха. Говорит, что в цари метят. Но пока поляков не прогнали, бузить не собирается. Вот как? А мне другое писал. Подчиниться требовал, дескать, поместничество, он выше меня. А как я отказался, так он воеводам писал, чтоб переходили под его руку. О, нифига себе. Нехорошо. Мы ещё поляков не разбили, а уже раздор между нами. Книзья ругаются, а боярин Милославский гонцом бегай. Да, сейчас с кем надо поговорить, я уже заебался. Поговорить в пальнице, ну, а! Всё. Странное дело выходит, и князь Пожарский, и князь Трубецкой оба друг на друга в обиде, и один другого укоряет. Это чем же они друг друга так обидеть успели? Хм. Трубецкой говорит, Пожарский ему в помощи отказал, а Пожарский жалуется, дескать, Трубецкой, у него воевод сманить пытался, письма им льстивые рассылал. Письма, значит, а скажи-ка, Юрий Дмитриевич, не ты ли князю Пожарскому рассказывал, как боярин Кручина письмами подмётными ополчение рассорить пытается? Блин, я же сказал, что Кручина отводит. Те письма я из его усадьбы забрал и князю привёз. А если Кручина и раньше такое проделывал? Хм. Если так, плохо дело. Сам князь Пожарский дивился, как хорошо письма сделаны, словно его рукой писаны. Что один человек сделал, другой всегда раскусить сможет. А если тут и впрямь Козни Кручины, разоблачить их, большая выгода ополчению будет. Это правда. Только с чего начать? А вот спросить у князей письма, на которые они обиду затаили. Да сличить с теми, что точно их рукой писаны. Блядь. Вот это пипец, друзья, поняли? Пипец мысль. Полицин отдал нам. Блядь, вот это реально, друзья, пипец. Ну что сказать, друзья, на этом сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, поставить лайки, писать комментарии. А я желаю вам хорошего дня. С вами был Дедуля. Встретимся в следующем видеоролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok